Они играют, строят из ярких кубиков, рисуют солнце и радугу. В такие минуты никто и не заметит, что каждый из этих детей знает о жизни больше, чем многие взрослые. Это тот случай, когда в гостях лучше, чем дома. Центры социального обслуживания принимают и понимают, когда помочь больше некому. Государственная программа «Дети Алтая» утверждена губернатором Алтайского края Александром Карлиным и работает в нашем регионе с 2011 года. Программа финансируется из средств краевого бюджета и средств фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Объем финансирования из средств фонда составляет 122 миллиона рублей. У нас более 300 тысяч семей воспитывают детей. И дети – это действительно главная ценность. Если сегодня на государственном уровне говорится о приоритетности задач демографического развития, о повышении рождаемости в наших семьях, то мы должны и условия создавать соответствующие. С 2011 года, когда мы ввели интересные меры поддержки регионального уровня многодетных семей, количество таких семей у нас возросло в два раза. Значимую деятельность оказывает нам и поддержку Федеральный фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, которую возглавляет наш дарний партнер Марина Гордеева. Эта поддержка идет и финансово на те программы, которые мы реализуем, в части тех кризисных центров для семьи и детей, которые есть в Алтайском крае. Результаты работы программы «Дети Алтая» можно увидеть во многих городах и поселках края. В учреждениях социальной сферы региона открыто 46 социальных гостиниц, 56 служб сопровождения, 209 реабилитационных пространств. Кроме того, значительно расширен перечень социальных услуг, повысилось их качество, обеспечена широкая доступность. Занятия у нас проходят комплексно. Это и, как вы видели, фитнес-мама и малыш, также занятия в комнате Монте-Сори, занятия в сенсорной комнате, развивающие занятия с песком. Мы уже занимаемся 4 месяца. Я наблюдаю положительную динамику в речевом развитии, в эмоциональном. За 4 года работы программы в регионе в ней приняли участие 110 учреждений здравоохранения, образования, социального обслуживания. Они обновили материально-техническую базу, опробировали и внедрили инновационные технологии, позволяющие более эффективно вести работу по профилактике детского и семейного неблагополучия. За данный промежуток времени произошло оснащение профессиональным оборудованием. Специалисты его ждали, потому что психологи, логопеды сейчас могут более качественно сделать диагностики, пробы, сделать профессиональную диагностику для семей, которые приходят и обращаются в комплексный центр. 6 лет назад, 7 лет, психологи могли только мечтать об этом оборудовании, потому что очень много приходилось обрабатывать тестов вручную. Право быть счастливым есть у каждого ребенка. У тех, кто живет в многодетной семье, и у тех, кого воспитывает только мама или бабушка. У тех, кто имеет ограничения по здоровью, и у тех, кто попал в сложную жизненную ситуацию. Тех, кто готовится стать самостоятельным и войти во взрослую жизнь, тоже не оставят без внимания. Специальные программы разработаны для всех возрастных групп. Наши учреждения, это социальные учреждения, и мы должны детей готовить к жизни. Дети учатся там, как можно погладить свою рубашку, платье, как накрыть на стол, как заполнить квитанцию, как правильно приобрести продукты в магазине. То есть все, что касается бытовой жизни, все это оказывают такие навыки и умения вот в этой комнате. С 2011 года в Алтайском крае помощь в рамках программы «Дети Алтая» получили почти 4 тысячи родителей и больше 50 тысяч детей. Алтайский край находится на первом месте в России по количеству созданных в рамках программы ресурсных центров. И на втором месте в Сибирском федеральном округе по количеству телефонных линий общероссийского детского телефона доверия. Планы на будущее определены. Работа по защите интересов детей и семей с детьми продолжится в соответствии с основными стратегическими документами Национальной стратегией действий в интересах детей и концепцией семейной политики в России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова